Я вижу, тут просто у меня происходит что-то с немагией такое. Я завален вопросами про немагию. Ну, в общем-то, и правильно, потому что, наверное, это вопрос... По адресу мне. Был обыск дома у Алексея Пасковитина. Давайте очень короткое видео посмотрим. Наверное, все видели про этот обыск. Давайте посмотрим короткий ролик, который был снят у дверей квартиры, в который шел обыск. А вы откуда? В каком роли, да? Петровск, 38, Москва. Леша, сейчас адвокат приедет, ничего не говори. Личий, кто такие? Расскажи. В Петровске, 38. В Кемерово, в нашем городочке. 19 числа сказали приехать в Москву в качестве свидетеля. Обыск провели, а хотя я свидетель. По делу Тинькова. Постановление значит. Значит, что такое немагия вообще для тех, кто, может быть, не знает? Это канал двух молодых людей, которые базируются в Кемерово. И они делают обзоры про разных вещей, про разных людей, про разные события. И в основном они их, ну, в свойственной в интернете, в ютюбе манере, ругают. Они про меня делали обзоры, меня тоже ругали, умеренно, впрочем. Ну, интересный канал, популярный канал, свобода слова, они имеют право ругать, кого хотят. Они обругали Олега Тинькова, выпустили довольно большой про него ролик. Обругали его банк, его самого, в различных выражениях. И это привело к довольно серьезным последствиям для банка. Весь интернет был заполнен разрезанными карточками Тинькова. Фактически такой получился манифест против банковской кабалы, против вот этого процентного рабства. Я так понимаю, что они нанесли удар по бизнесу Олега Тинькова. И вдруг случилось так, что он подал на них в суд. Но еще и у одного из участников этого канала дома произошли обыски. Ему выламывали дверь, и у его бабушки произошли обыски. Но это случился такой наезд. И выяснилось, что это все по уголовному делу о клевете. И это второй раз в истории России, когда по делу о клевете, которая еще недавно была декриминализована, которая точно не является каким-то серьезным составом, прямо идет дома обыск с изъятием компьютеров. Это второй раз. Потому что первый раз был у меня. У меня дома был обыск по делу о клевете, по заявлению такого жулика, бывшего милиционера Павла Карпова, который проходил по делу Магнитского, который написал, что я его клеветал. Меня вызвали на допрос, на допросе был личный обыск, потом меня повезли домой, дома был обыск, изъяли все компьютеры, изъяли компьютеры у детей, телефоны, но по полной программе. Поэтому я разбираюсь немножко в этом. И я могу сказать свое личное мнение, поскольку Тинькофф обожает на всех подавать в суды, такой дисклеймер. Все, что я говорю, это мое личное мнение, основанное просто на наблюдениях. Я, безусловно, опираясь на свой собственный опыт, убежден, что это, конечно, заказ. Чтобы заплатили полицейским за то, что они туда поехали, или заплатили их начальству за то, что это не сделали. Не бывает никаких обысков по делам о клевете. Там не нужно никого обысковать, там нечего искать. Какие доказательства-то можно найти? Это не магия, она не прячется. Они же говорят, да, мы выпустили ролик про Тинькова. Поэтому не нужно изымать компьютеры для того, чтобы доказать, что именно они это делали. Это чисто заказ. Мы отлично понимаем, что любой банкир, любой крупный бизнесмен, у него есть связи с различными органами государственной власти. У него, по такой российской традиции, есть прикрепленные сотрудники из МВД и ФСБ. И, ну, давайте честно скажем, каждый из них держит на зарплате каких-то высокопоставленных полицейских или ФСБшников. И моя версия заключается в том, что Олег Тиньков, будучи человеком явно нервным и воспринимающимся очень лично, но он просто позвонил какому-то своему генералу полиции, которому платит зарплату и сказал, «Алё, Петрович, тут на меня наехали? Ты за что получаешь от меня 50 тысяч долларов в месяц? Пожалуйста, урой вот этих вот гадов, которые мешают моему бизнесу. Ну, а Петрович что он может сделать? Ну, Петрович выписал оперов с Петровки 38. Те поехали, выломали дверь, начали кошмарить этих, значит, кемеровских ребят, начали отнимать у них компьютеры. И вот именно так это всё и произошло. У меня нет ни малейших сомнений. Не могли это быть обычные нормальные процессуальные действия. Никогда бы никто не поехал с Петровки 38. Это иначе работает. Если бы даже кто-то захотел бы провести обыск по делу о клевете, ну, они бы написали местной полиции, дали бы им поручение. Допросите, пожалуйста, ваших местных жителей, проведите у них обыск. Местные пришли и провели бы этот обыск. Ну, когда вот прямо вылетают из Петровки, с самолета, выламывают дверь, ну, это, конечно, заказуха. Моё личное мнение, основанное на моём личном опыте. Ни на секунду я не верю, что это могло произойти просто так. Это такая личная вендетта Тинькова, который, ну, вот, решил таким образом эту немогу уничтожить, разорить, испортить им жизнь, закошмарить, отомстить за то, что они ударили его по бизнесу. Они его по его бизнесу ударили. Я не готов, я, честно говоря, даже не смотрел их, этот длинный фильм, наверное, сейчас посмотрю, не готов сказать, насколько они правы в отношении банка. Может быть, правы, может быть, не правы, но у них есть своё мнение. Что касается самого Тинькова, ну, это, безусловно, человек очень неприятный. Такой экстравагантный, но весьма неприятный. И многие люди его критикуют. Он на критике и противостоянии и скандалах во многом и построил пиар своего банка. Он, по идее, должен быть к таким вещам готов. Ну, потому что сам постоянно устраивает скандалы и на кого-то кидается. И когда на него кинулись в ответ, он решил решать вопросы полиции, обысками и всем остальным. Поэтому я могу сказать каналу «Немагия», который не является каким-то очень дружелюбным каналом по отношению ко мне, что, конечно, я могу им выразить только поддержку. Олег Тиньков, я надеюсь, что вы перестанете заниматься ерундой. Судиться? Пожалуйста, судитесь. Нанесли они вам ущерб? Ну, считайте этот ущерб, предъявляйте иск. Как мне очень часто говорят, идите в российский суд. Но все вот эти фокусы с полицией, они нанесут, конечно, ущербу банка Тиньков еще в 10 раз больше ущерба, чем нанес просто этот фильм «Канал «Немагия». Я надеюсь, что он прекратит и не будет заниматься вот этой всей ерундой. Очень позорный и в какой-то цивилизованный формат это все переведет. Это крайне неприятно. Но я, кстати говоря, предполагаю, что даже и внутри системы внутренних дел этим будет не очень довольна. Потому что, ну, конечно, руководство МВД очевидно, что это заказуха. Любому человеку, который как-то связан, понимает, как работает система внутренних дел, ФСБ и вообще силовики, очевидно, что это заказуха, что за деньги там все поехали. Получился грандиозный скандал на всю страну. Весь YouTube только об этом и говорит. Я думаю, что там и там какие-то будут из этого. Тим ТТ пишет, «Тиньков лучший бан». Тиньков не могу цитировать, как его назвали, «Немагия, ущербные гопники». Вполне вероятно, слушайте, но вполне вероятно, что они ущербные гопники и имеют право, они вести свой канал, имеют. Зачем им дверь-то ломать и резать? Никто не имеет права изымать у них компьютеры. Нету никакой задачи ни у следствия, ни у общества этим людям выламывать дверь и проводить обыски у чьей-то бабушки. Даже если это дело о клевете, ну, хорошо, значит, тогда вы должны доказать, что люди сказали неправду, и они сказали эту неправду умышленно. Обыскивать квартиру бабушки для этого не нужно. Это заказуха. И она делается с понятной целью, вот так, как у меня это делали. Они хотят отнять компьютеры, они хотят отнять телефоны, покопаться в них, найти какой-то компромат, какие-то твои фотографии, домашние видео. Ты сфотографировал кого-то голым, сфотографировался сам, и они это выложат в интернет, и будут вот этим тебя шантажировать. Они всегда так делают. По каждому уголовному делу, по каждому врагу, в каждом заказном деле, это первое, что происходит. Прибегают, отнимают телефоны и компьютеры, и начинают в них копаться. Не в поисках их доказательств, а в поисках просто личной, чувствительной, компрометирующей информации, вот и все. У нас идет голосование и на Ютьюбе, и в Твиттере, и во Вконтакте. Кто прав, Тинькофф или не магия? Давайте проголосуем. Я вижу, довольно разные мнения здесь пишут. Тинькофф коррупционер, пишет Сергей Яковлев. Ну, я не знаю, как я уже сказал, это мое оценочное суждение, что у него есть какие-то полицейские на зарплате, и он заплатил этим. У меня нет никаких доказательств на эту тему, поэтому я не готов говорить коррупционер или не коррупционер, он довольно неприятный человек. Даниил Крайников пишет, у них дома клевету искали. Ну да, вот искали клевету, посмотрите, может быть клевета лежит под кроватью. Так, что у нас еще пишут про немагию? Петровка 38, абонемент, выезд на дом. Ну да, так и работает. У нас давно и Следственный комитет, и полиция, к сожалению, это такие мальчики по вызову. Они просто делают вот эти вещи за деньги, и это очевидно всем, что это делается за деньги. Давайте перейдем к следующей теме. А-а-а-а-а. А-а-а.